Группный план В карантине, замуровали Демоны, как говорится Но ничего, я хочу всех успокоить Со мной все в порядке, самочувствие нормальное И всем, кто оказался сейчас В похожей ситуации, либо болеет Либо в каком-то подвешенном состоянии находится То есть непонятно, есть у него ковид Нет ковид, желаю скорейшего выздоровления Ну Пожелать скорейшего выздоровления надо Вообще всем болящим Ковид, ну я слушаю тебя Да, ты знаешь Дома на карантине такие чакры Новые открываются Хочется чего-то нового Повспоминать великих, вот накануне я Например, перечитывал Крылатые фразы великих людей Знаменитых, да, людей прошлого Вот в частности попалась мне Крылатая фраза, но ее приписывают То ли Салтыкову Щедрину, то ли Николаю Михайловичу Карамзину, ну ты ее знаешь Прекрасно, да, если я усну и просну Через сто лет и меня спросят, что сейчас Происходит в России, я отвечу Пьют и воруют Воруют, конечно Воруют, бьют и воруют Но мы Ты хочешь сказать, что ничего не поменялось Это раз И все-таки Но 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 мы должны тут предупредить Как мы обычно это вначале делаем Что все Все, о чем мы будем говорить Все это имеет статус Безалкогольный Конечно Особенно алкогольная политика Кировской области Безусловно Безалкогольная Да, я безусловно знал О чем мы будем говорить с тобой сегодня Кое-какие данные нарыл Но вот в частности За первые три месяца 2020 года Это отчитывалось Наше управление Роспотребнадзора Я не знаю В связи с распространением коронавируса Может оно задвинуло Куда-то на дальний план На эту тему Но вот Во всяком случае Данные только на начало 2020 За три месяца У нас там было зарегистрировано Чуть более сотни Отравлений И спиртосодержащей продукции Это чуть выше Чем годом ранее То есть за первые три месяца 2019 года Но вообще Это статистика И вот эти формулировки Которые используются Здесь довольно трудно разобраться Что имеется в виду То ли это люди погибли То ли они траванулись Но потом вылечились Ну вот в частности Уточняется Что порядка 80% смертей Это все люди Которые просто-напросто Перебрали алкоголь То есть через щуркал Дыбахнули Подождите секундочку Имеется в виду Вот из этой сотни 80% Так это смерти Или что это Вот здесь я читаю Написано в отчете Роспотребнадзора 80% смертей Происходили Из-за употребления Этанола В чрезмерных количествах 6% Подождите 80% смертей В Кировской области Происходят Из-за употребления Этанола Из-за передоза Не-не-не-не-не Я имею в виду Те люди Которые по официальной Статистике Роспотребнадзора Погибли от алкоголя Нет На самом деле Эти цифры Они Достаточно Ужасающие Конечно Тут еще Приписочка Есть 6% Это смерти От спирта Неустановленного Происхождения Мне даже трудно Предположить Что это такое Но спирт Вроде бы Неустановленного Происхождения Да В общем Тема Печальная Для нашего региона Она Из года в год На острие Стоит И Я не знаю Видишь ли ты Какие-то подвижки В сторону улучшения Я вот их честно говоря Не вижу Я тоже пока не вижу Никаких изменений Реально Потому что Запрет На распитие Пива В частности Алкогольного На улицах Ну то что Введен При Никите По моему Никита Белых Мы имеем Да естественно Он Вроде бы Теоретически Он оказал Какое-то действие То есть мы не видим Молодежи Которые группами Распивают На улицах Да мы не видим Но насколько я знаю Произошел Интересная Очень замена То есть ребята Перестали пить На улице Но они берут Полтораху И удаляются В гаражи Вот ну грубо говоря Вот такие схемы Но обычно мы видим То что остается После этих ребят Вот эти горы Ты знаешь Я не помню Тебе рассказывал Не рассказывал По-моему рассказывал Потому что Это был второй Или третий год Моего пребывания В Кирове Я был абсолютно Ошломлен Ситуацией Когда весной Ранней весной Я шел через Парк Дворец пионеров Да И вдруг я обнаружил Вот заметил Краем глаза Что из Из-под этих деревьев Из-под этих деревьев Какое-то сияние Поблескивание Такое И первая мысль у меня была Кто-то раскидал По парку фольгу Потом я Задал себе вопрос А какой же Идиот Будет весной Бегать по парку И разбрасывать фольгу Металлизированную Под деревьями Подойдя ближе Я увидел Что это просто Напросто Большое количество Упаковок Из-под Жидкости Вот этой стеклоочистители Блеск Который содержится спирт Да Естественно Который очень любили У нас Сейчас ее давно не видим Но вместо нее что-то есть Вот И Дело в том Что пока люди пили Всю зиму Они кидали пакеты Пастиковые И снег эти пакеты Припорашивал То есть А когда солнце Пригрело Пакеты оттаяли И получились Такие маленькие Сияющие озерца Под каждым деревом Очень красиво Такое вот Мне остается только Надеяться Что это все Употребляли Не воспитанники Учреждения Которые мы сейчас Ну наверное да Скорее всего Они деградировавшие Элементы Понимаешь Его очень много С одной стороны Элементы Да Элементы конечно Раз Посмотри на статистику Оторвления Алкогольных Ты сразу понимаешь Что ну вот Каждый месяц Несколько десятков Человек Отправляются в мир Иной Просто из-за того Что они что-то Не так сделали С собой В первую очередь И Количество Продающихся у нас Этих фунфириков Всего остального Дело в том Что мне В свое время Говорили Врачи Именно что Сама по себе Настойка Боярышник Самый известный Ну такой На слуху Суррогат Вот сам по себе В чистом виде Умеренно употребленный Ничего с ним Не происходит Да Это нормальный вариант А вот Всеводнужные Динатураты Там стеклоочистители Технический Спирт Стеклоомывающий Жидкость Да Это полная засада Конечно Но из-за ее дешевизны Люди покупают То есть Ну Видишь На самом деле Как раз Мы говорили Недавно Об алкогольной Политике Кировской области Кстати Представители Завода Вячи Приглашали На прошлой неделе На комиссию По алкогольному Регулированию Кировской области Она должна была Состояться В среду Но не состоялась Там отменили ее В здании Правительства Кировской области Не состоялась Комиссия По алкогольной Политике Но я попытался Найти Какое-то Внятное Описание Алкогольной Политики Кировской области И не нашел его То есть Оно в чем Вообще Должно быть Документ Программный Должен быть Или что Ну В моем понимании Для того Чтобы люди Просто знали О том Чего ты добиваешься У тебя должно быть Сформулировано Хоть какое-то Видение Ситуации Ты зачем Как говорится Залез-то сюда С какой целью Ты пытаешься Мне агитировать Что-то предлагать Запрещать Разрешать Объясни пожалуйста Я же не бессовесное Животное То есть Я не дерево Не дуб Я хочу знать То есть Я этого Ничего не увидел То есть И Ты знаешь Вот В моем понимании Алкогольная Политика Преследовать Не должна Должна Преследовать Несколько целей То есть Первое из них Это здоровье потребителей Здоровье Вообще населения Как бы Да Подожди Здоровье То есть Уменьшение числа Смертей В том числе Каких-то Отклонений Со здоровьем Вызванных употреблением Ну смотри Первое Что мы видим Когда у нас Есть употребление Суррогатов Или неконтролируемое Употребление Да Мы обнаруживаем Ну Смерти Да Конечно Суррогаты Суррогаты Это бесспорное Зло И с ними Надо бороться Всеми возможными Способами Это первое Второе Это Ну Скажем так Экспресс Напитки Напитки Сделанные По упрощенным Технологиям То что сейчас засилие В любых Халки-маркетах Как раз То есть Они вредны То есть В моем понимании Они вредят Наносят урон Но Их урон Не такой критический Как в случае Суррогатов Да Он просто В первую очередь Отражается на Рабоспособности На том же Здравоохранении Которое потом Сталкивается С последствиями То есть Мы имеем Следующий вопрос То есть Не вредить И То есть Не вредить И максимально Убрать то Что может Причинить вред Вот По максимуму И С этого момента Мы начинаем Собственно Буксовать Почему Мы Не помню Обсуждали Не обсуждали Вопрос Так называемых Маркетов 24 часа Мы затрагивали Да Эту тему Она Так или иначе Она всегда идет В привязке К этой теме Которую мы обсуждаем Ты знаешь Очень интересный момент Это Когда я приехал В Киров Это был 96 год Я был абсолютно поражен Количеством Рюмочных Вот Фантастики Вот Их Такое количество В моем родном Питере Никогда Ничего подобного Даже близко Не было И В моем понимании Опять же Посещение Вот этой рюмочной Это Прерогатива Ну Людей уже Почти Деклассированных Или Как бы Катящихся По наклонным То есть Приличный человек В эту рюмку Не пойдет Но подожди Кто-то читает Это настоящая философия Сходить Налить 100-150 граммов Взять Бутерброд С селедкой Я думаю Что есть еще Такие люди Которые видят В этом Особый смак Ты понимаешь Что я делаю Я во-первых знаю Что не пьющий Поэтому конечно Твоя ирония Ирония По поводу людей Которые употребляют Понятно Но Я был уверен Что как раз Люди с низким Очень достатком То есть Дешевые Алкоголь Дешевый Дешевая Закуска Примитивное Помещение Там Какие-то Стульчики Столики И все И я был Совершенно поражен Когда Директор Вятских Инновационных Технологий Сметанин Да Кстати Одна фамилия У нас Какой-то Был совместный Проект Это был 2000 год Или 99 Вот такой Какой-то И он Меня позвал И мы зашли В 32 магазин Участок Обыск Наискосок Сельхоз На против Сельхоз И там Была Рюмка И когда Он начал Далеко не Бедный Человек Директор Компьютерной Компании И когда Он начал Закупать Водку И селедку Я очень Измился И спросил Его Не попутали Ли мы Направление Движения Нашего И по статусу Ли нам Это все Он Говорит Так вот И мои Ребята Тоже И показал На соседний Столик Я обернулся Там стоят С той же Нехитрой Снедью Стоят Пятеро Ее Программистов С его Компанией То есть С этого момента Я понял Что для Кировчанина Посещение Рюмки Это совершенно Нормально И вот тут Самый интересный Момент Смотри Такой Примитивный Одноходовочный Вариант Давайте все Запретим Да То есть И что собственно И было сделано То есть Количество рюмок Сейчас резко Уменьшилось На первый взгляд Да Я помню Этуда Эпопею С их Перепрофилированием В кафе С изменением Количества Посадочных Мест И так далее Это конечно Вызывало улыбку Нет Это количество Их уменьшилось Это факт Совершенно То есть Ты пройдя По улице Лепси уже не видишь На каждом Могу Я там живу Пять лет У автолюбителя Я прекрасно Помню их количество Так вот Основная фишка В том Что У тебя Эти рюмки Они работают Как место досуга В время Провождения Да И Если ты когда-нибудь Откроешь карту Англии Да И Попросишь там Указать количество Пабов В Англии Пивных Вот этих Да Ты будешь Не просто поражен Там количество Их там Через каждые 50 метров Свой паб То есть Это время Провождение Это хоть какая-то Гарантия Что человек Не уйдет Там в состоянии Полного Невменяемости Потому что Когда ты Общаешься Когда это Происходит Все-таки В каком-то Коллективе Шансов У тебя Больше Остаться Вменяемым По крайней мере Ну да Ну да И сотрудники И тот же Бармен Он проследит Сколько ты Выпил И налевать Тебе еще Одну рюмочку И он тебе Посоветует А может лучше Остановиться И пойти домой Естественно Как только Наш человек Попадает В Европу Видит Все это Очень Культурное Очень Организованное Очень Продуманное Он забывает О том Что все это Выстраивалось Столетие Вот в любую Отрасль возьми Просто любую То есть И сразу Мы давайте Вот этот результат Готовый результат Сразу перенесем На нашу родную почву Ребят Опять не получится То есть Опять получится Криво Косо Горбато И гораздо хуже Чем в оригинале То есть У нас есть Вот это Давайте Сделаем вот это Я на самом деле Вернул огромное Количество этих рюмок Сделай их Более цивилизованно Но это Да Я серьезно Я говорю абсолютно Потому что В следующем году Выборы Я думаю Что это Существенный пункт Был программ Мой предвыборный Маматова Даешь рюмки Обратно в народ Володь Ты просто снял С языка Я подуман На этом вопрос Второй момент В алкогольной политике Вот смотри Уменьшение градуса Да Это мы Этой темы Подробно тоже Не касались Я тебе объясню Во всем мире Во всем мире Практически Где хоть Какая-то Алкогольная Алкогольная политика В Норвегии Я ее специально Рассматривал Почему Потому что В начале 20 века Норвегия Была более Пьющей страной Чем Россия То есть На душу населения Норвегия Потребляла больше И вообще говоря Из всех Опыта Общения Со скандинавами Я могу сказать Что с этими Ребятами Надо держать Ухо востро То есть Выпить они Любят не просто А как бы Даже До посинения Абсолютно Так вот Норвежцы Сделали Примитивно Просто Они Решили Бороться С алкоголизацией Нации То есть Поставить Какой-то Заслон Но они Не запретили Употребление Они сделали Проще Они Во-первых Разнесли Стоимость Между крепким Алкоголем И Слабым Причем Пиво Естественно Считается Слабым Алкоголем И При этом Акцизная Политика Меняется Слегка Вот Если не ошибаюсь Где-то в 10 раз Да Совершенно правильно В 10 раз Разница Стоимости Между Качественными Продуктами Все И они Ограничили Продажу Алкоголя В совершенно Определенных Точках Больше Нигде Этого Нельзя То есть Нет Не бывает Так Чтобы В любом Маркете А у нас Именно так То есть В любом Маркете Спокойно Ты приобретаешь В любое Время Нет Но Тут Возникает Вопрос 24 часа Эти маркетные Мы сейчас Перейдем Так вот В Норвегии Они разнесли Цены Вот так Сильно И Разнесли Точки То есть Отдельные Точки Точнее Обязали Продавать Крепкие А остальные Запретили Это делать Так вот Снижение Градуса Да Оно привело К тому Что в Норвегии Резко Резко Сократилось Потребление Вариант Очень простой Все напитки С низким содержанием Алкоголя Ты не можешь Очень трудно Выбрать Ту дозу Которую Ты можешь Выбрать Быстро Очень Да При помощи Крепких Подожди Я уточню Да Прости пожалуйста Потребление Сократилось Крепкого Алкоголя Ваб Которую Ваб Конечно Общая Сократилась Конечно Сократилась Общее Потребление По одной Простой Причине То есть Ну Русская Привычка Вот это Замахнуть Водки И занюхать Руколом Да Она на самом Деле Образовалась У нас Фактически При основателе Нашего государства Иване Грозном Потому что До этого Были все Русские Князья А вот Иван Васильевич Который Не собирался Менять профессию Он все таки Создал империю Ну Империя Она стала При Петре Но Русское государство Возникло Реально Со своими Раскладками Со своим Кормлением С мест Характером Системы управления Это его работа С освоением Сибири Да Да Но там Долго можно Говорить Так вот Там Была Простая Конструкция Когда Он Монополизировал Всю торговую Алкоголем Запретил Варить Вообще Запретил Остались Только Царевы кабаки И в них Не продавалось Закуски Вообще То есть В принципе То есть Человек покупал Там только Хлебное вино Дальше Механика Была следующая То есть Ямщик Забегает В этот Царев кабак Замахивает Водку Занюхивает Рукавом И едет Дальше При Пристрастие Привычка К алкоголю Благодаря этому Способу Вырабатывается Очень Очень быстро То есть В отличие От той же Европы Кстати Анекдот По Количеству Алкоголя На душу Населения Которые выпиваются Где-нибудь там В Италии Франции Германии Или Англии Мы Очень сильно Отстаем То есть У нас Подушевое Количество Меньше То есть Легенда О том Что русские Самые пьющие Это ерунда Это полная ерунда Абсолютно Но если не ошибаюсь Там что-то порядка Десяти Одиннадцати Литров Я вот сейчас Цифры Детализированные Не вспомню Мы отстаем Ну если конечно У нас Теневой рынок Наш не брать Который велик Как всегда в России Но мы отстаем По официальным данным Так вот Но там употребление Проходит часами Под разговоры Закуску Возврат И так далее То есть Там нет варианта Что человек Быстро выпивает Бутылку водки Быстро падает И быстро Превращается в овощ Там этого нет А Привычка к этому Братится гораздо быстрее То есть Первый момент Извини Да ничего Ничего Не Воду вред Мы же в прямом эфире Да кстати Заминочки возможны Воду в редакции Отменили Из-за страха Перед коронавирусом Коллеги Если вы слышите Принесите пожалуйста Владимиру Роматову Воды Там руку протянуть Я вижу Они не могут принести Потому что Эта вода Не обеззаражена Договоры Значит Понижение градуса Раз Разница в цене Два Это вот моменты И Запрет суррогатов Я имею ввиду В первую очередь Естественно Это фунфырики Всевозможные Второй момент Запрет на торговлю Суррогатами То есть Есть Вот помнишь Мы говорили о пиве Которое О алкогольном Конечно Мы только о нем Можем говорить Володь Ну что ты Вообще Слово алкоголь Это табу страшное Конечно Ну когда мы не говорим О экономической ситуации А все остальное Вот И мы говорили О безакцизном пиве Есть очень Сейчас вводится Эта идея Маркировки товара Там дополнительно Якобы это поможет Уберечь рынок От Как бы Безакцизных товаров Да Это ерунда Потому что Ты имеешь ввиду систему Когда якобы Там потребитель Сможет проследить Весь путь Да От конвейера Дело в том Что Основная масса Безакцизного пива Это Безакцизного Разумеется Это Разливайки То есть Это разливное пиво Я знаю заводы Не буду называть их Естественно Чтобы не ругаться С этими людьми в будущем Вот Я знаю заводы Которые гонят Огромное количество продукции Не платя акцизов То есть Левак Да Левак Абсолютный И доля его В российском производстве Где-то 30% Примерно Вот То есть Естественно Стоимость То есть Благодаря этому Они очень конкурентно Способны Это очень Серьезная прибыль Более чем серьезно Вот смотри Мы платим С одного литра Безакогольного Разумеется 22 рубля Да А зарабатываем Ну Ну условно говоря 5 Максимум А Представь себе Что произошло Если бы мы не платили акциз Ага То есть 4 Это сверхприбыль Это сверхприбыль Совершенно правильно Ради этого люди и бьются Вот Так Безакцизным Со страшной силой Торгуют Как раз Вот эти 24 часа Вот эти все Полуподпольные Разливайки И здесь мы натыкаемся С размаху На простой вопрос А как нам С этим Делом Обойтись Да Я тебе говорил В прошлый раз Помню Что я Как-то беседовал С бывшим мэром Этого города И Поделился с ними Вот этим вопросом Мы говорим Вот какая интересная Конструкция Сколько я себя Помню В Кировской области Правоохранительные органы Рапортуют радостно О том Что они посетили Конфисковали Такое-то количество Алкоголя конфисковано Там Все Все Штраф наложен Штрафы выписаны Штрафы выписаны Все за работу Товарищи Цели намечены Но Сколько я Вот И этих магазинов Не уменьшается Их только увеличивается По-моему Количество Причем они спокойно Работают ночью Ты не имеешь Никаких проблем С тем же Купить Все что хочешь Тебя никто Не ожидает Там Из плавы Никто тебе ничего Не продает У них открыто Стоит это на витринах И с витрины продается Замечательно Совершенно То есть Я спросил Бывшего мэра Города Кирова О том В чем дело Он говорит Ну как бы это Вот Вотчина Определенных людей Они как бы этим занимаются По-русски говоря Крышуют Да Мы этим как бы Не занимаемся Это бывший мэр Сказал Да Совершенно правильно То есть Это То есть Определенного Круга лиц Совершенно верно И он даже Более точно Определив этих лиц Да И Суть в том Что я Вот тот момент Когда я подумал Что вот как ты Неосмотрительный парень Я могу в принципе Держать в кармане Диктофон И эту запись Где-нибудь оставил Я об этом же подумал Ну Наивные люди Открытые Открытые души мэров Это же понятно Сердца их горящие Вот И Закрывается одна точка Открывается 10 других И до тех пор Пока За этими точками Не будет нормального контроля То есть Настоящей борьбы с ними Ничего Не будет Это Мое глубочайшее убеждение Я его готов отстаивать И Тут мне как раз Кто-то говорил На тему того Что ну Что ты предлагаешь Чтобы люди Зарабатывают Как-то на этом То есть Крышуют это дело Все Ты предлагаешь их Коленом под зад Что люди никому Это не понравится Я говорю нет Тут не надо коленом под зад Никому не надо Там наказывать Сажать Возбуждать дела И так далее Просто нужно на уровне Вот как бы властей На уровне Как раз опять же Правительство Кировской области И тех кто возговляет Правительство Кировской области Надо определиться с тем Что ребят Вот делайте что хотите Ну вот этот кусок Трогать не надо Потому что это объективное Настоящее зло И никаких вариантов Там мы вам Вы нам Вот этого здесь не надо То есть это просто Объективно нельзя Вот этот Если бы этот подход был принят Вот эти 24 часа Они бы исчезли мгновенно Ну и как вот все эти Продавцы И бытовой химии Круглосуточные Вот все вот это Если бы действительно Существовал вот этот кусок Алкогольной политики Потому что знаешь Вот эти обыски на вятище Там возбуждение Это уголовного дела Они до сих пор полтора года Ищут неустановленный Призм Ну как-нибудь подробнее Поговорим Когда созреем Так вот Я прошу прощения Нам через 10 секунд На рекламу Так вот Это не алкогольная политика А алкогольная политика Со стороны как раз Правоохранительных органов Вот это Если бы они занялись точками И реально занялись То есть чтобы через месяц Их в городе вообще не было Вот это был бы подход Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Ветич Мы беседуем в прямом эфире Сейчас у нас небольшой перерыв Буквально полторы минуты Нам звукорежиссер Кстати Володя советует Помолчать во время рекламы Не дай бог Чтобы ничего не просочилось Так что молчим Группный план Да что дошел прогресс Как говорится Да Вот в эти минуты Понимаешь прекрасно Что хорошо Что живешь В 21 веке И технологии нам позволяют Общаться дистанционно Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Ветич Меня зовут Владимир Сметанин Мы продолжаем На крайне любопытную И очень серьезную тему Наше общение 24 часа Да Алкомаркеты Вернее мини-магазины 24 часа Я сейчас нахожусь дома Хочу сказать Что недалеко от меня Находится например Да Такая торговая точка Я регулярно вижу Что там Не совсем конечно В общепринятом смысле Приличные люди Собираются А алкомаркеты А что с ними Ну алкомаркетов Немножко другая история Вообще история Торговых сетей Да Буквально вчера Днем Я говорил С владельцем Одной Очень и очень Очень чрезвычайно Большой торговой сети И Мы обсуждали Как раз тот проект Который Провернули в Татарии Ну помнишь Мы несколько раз Упоминали о нем Когда власти сказали Что 50% Да Местное должно быть Да И его сети Они прогнули То есть все нормально Он абсолютно этим возмущен Я его прекрасно понимаю Дело в том Что любая торговая сеть Чувствует себя монополистом Вот как монополисты У нас РЖД Там не знаю Аэрофлот Ну аэрофлот не совсем Конечно Ну там На определенных направлениях Вот Ну как Газпром Роснев Да Они чувствуют себя монополистом И поэтому собственно Кум Королюс Ватминистр Вот они чувствуют Именно так себя Потому что От того Как будет вести себя Торговая сеть Зависят все местные Производители Только какие-то Очень большие Федералы Очень большие Транснациональные компании Которые сопоставимы По деньгам Да Они могут Что-то Как-то Продавливать Для местных Это чертовски Трудное мероприятие Так вот Я его прекрасно понимаю То есть Он когда Видит вариант Что Региональные власти Начинают Нагибать По-русски говоря Торговую сеть Он возмущается Потому что В этом нет Никакой любви В этом нет Просто Никакой взаимности Никаких чувств Да Никаких Романтических Чувств нету Просто Грубые ноги Подвратительная ситуация Вот он Возмущен Очень был этим И его позиция Понятна Не менее Мне не менее Понятна и позиция Завода нашего Вятича В смысле То есть Мы должны стоять На полках всех Магазинов Кирове По одной простой Элементарной Совершенной причине Мы делаем Качественный продукт Мы делаем Настоящий Качественный Местный продукт Свежее Местное Безалкогольное Разумеется Пиво Вот это Как слоган Как направляющая Как Основная задача Потому что Помнишь Я тебе рассказывал Как-то В питьевое В магнит У меня у дома Я краем глаз Смотрю Заходит пара Ребят из Коми Ну я по номеру машины Понял Что они из Коми И они ищут Где у них тут местное Это вот местное И все что они видят Это в каких-то пакетах Стоящих Но это не Вятич был Это как раз Балтика Которую ни разу Не местное Просто пакеты красивые Но они ищут Местного производителя То есть Они видимо слышали Что что-то тут делается Нет Дело в том Что любой нормальный Вот я по себе это знаю Любой нормальный человек Приезжая в другой регион Он и будет Искать Местный продукт То чем Отличается Местное И пробовать Местное Ну это же Составляющая Гастрономического туризма Ну это Гастрономический туризм Раз Во вторых Любой здравый человек И я Я последний После работы навядчий Начинаю относить себя К ним Ну хотя бы в плане Безалкогольного Разумеется Пива То есть я чуть-чуть Начал в нем разбираться Так вот Любой нормальный человек Понимает Что безалкогольное пиво Скоро портящийся продукт То есть Точно так же Как мы не видим У себя на полке Допустим Там финского молока Немецкого молока Чешского Чешское молоко Мы вообще не видим У себя в супермаркете Да Как-то не доезжает Хотя по цене Оно есть? Где? Вообще в природе существует Чешское молоко Я уверяю тебя Что в Чехии Оно есть Как есть Как немецкое молоко Есть в Германии Французское Есть во Франции И так далее И так далее И там возможно Тоже есть программа Миллион тонн молока На день в Чехии Ну Я думаю Что там программа Целиком зависит От того Насколько фермеры Готовы эту программу Осуществлять Там огромные Государственные субсидии На поддержку Скоро хозяйства Ну Вот Ну Те самые Забастовки Французских фермеров Когда они Разливали молоко На дороге Ну посмотри Как-нибудь Это довольно забавно Да-да-да Это любопытно Забавно Так вот Чешского молока У нас нету То есть И По одной простой причине Все прекрасно понимают Что не надо Брать Скоропортящийся Продукт Далеко Который сделан Где-то далеко Потому что он Консервирован Вот Что ни делай Как ни придумывай Он у тебя будет Пастеризован Консервирован Упакован Соответствующим Образом Да Ну Соответствующая упаковка Это и наша Да То есть С упаковкой Не надо Чем лучше упаковка Тем лучше продукт На самом деле Это понятно Он дольше хранится И качественный По вкусу Но Но Мы его не пастеризуем А большая часть Того что приходит Сюда В Киров Кировскую область Это пастеризован Так вот Так вот У нас Задача На самом деле Очень простая Мы хотим Встать И тут Возникает Вот эта Мучительная ситуация Торговой сети Это не нужно Категорически И она даже Возмущена Если ты пытаешься Какими-то методами Обязать ее поставить Но пока Другого решения Нету У нас не существует Антимонополь Точнее Она существует Но она не работает У нас Антимонопольное законодательство Я уж не говорю Там О практике Применения Этого законодательства Я не слышал Ни одного яркого Примера В России За последние Вот эти 20 лет Когда у нас В очень больших Таких Кавычках Капитализм То есть В моем понимании Капитализм У нас пока еще Не памятен Вот То есть С маркетами Именно эта ситуация То есть Мы не можем Нормально В них встать И люди Поэтому Вынуждены Вынуждены Я прекрасно Я прекрасно понимаю Абсолютно всех людей Которые покупают То что привозят Потому что Она хорошо выставлена То есть Ты заходишь в магазин Тебе не надо бегать Это очень важно Не надо выдумывать Что человек Там будет ходить Что-то оценивать Там Дизайн Этикетки Там Он возьмет То что Быстрее Вот Примерно Вот это Примерно Вот это И давай Я беру Все Я не буду здесь Бегать в магазин Это идеально Расположено Потому что Транснационалы Способны покупать Полки Там огромные Там 65 миллиардов долларов Это Чистая прибыль Сан-НБФ За прошлый год Транснациональные компании Ну с этими Нигами бесполезно бороться Да Они спокойно покупают Полки в этих маркетах Спокойно заходят И они могут Димпинговать Мы не можем Ни первого И ни второго Не можем Все что мы можем делать Это давать Качественную вещь Вот мы ее даем И В том же Татарстане У них Это получилось То есть они поставили Свой завод По производству Безалкогольного Разумеется Да Пиво С него получаются Акцизы Кстати мы как-нибудь Об этом поговорим О том что Существует еще Потрясающая вещь Совершенно потрясающая Вот такое впечатление Кто-то из Татарстана Побывал в Германии Они используют Возвратный акциз То есть имеется ввиду Что Да То есть Завод платит Акциз Но часть этого акциза Возвращается Заводу Производителю Для чего Это делается Все чрезвычайно Просто Они прекрасно Понимают Что если ты Увеличив Объем Производства В 2-3-4 раза Да То объем Акциза Который В итоге Заплачен Вырос Хотя бы В 2 Даже если ты Уменьшил сам акциз В 2 раза В 2 раза Он вырос А каким образом Ты можешь оказаться Конкурентоспособным За пределами регионов Да В соседних Хотя бы Все очень просто Ты должен быть достаточно Конкурентоспособен По цене Они позволяют Сделать Они делают Так Точнее Чтобы их продукция Оказывалась Дешевле Чем аналоги В соседних регионах Объем Продаж Возрастает Акциза Возрастает То есть Очень разумная политика Но в Германии Я тебе рассказывал Там 50% Для среднего бизнеса Просто скидывается Ну то есть Для нас Это было бы Абсолютное решение Проблем Вот алкогольная политика Смотри Первая часть Мы посмотрели Это суррогаты Это маркеты 24 часа Без административного ресурса Без очень жесткой Позиции В первую очередь Вот тут Ничего не сделать И делать даже Ничего не надо Без жесткой Нормальной Качественной работы Правоохранительных органов Здесь делать Нечего Если ее не будет То не будет Ничего Ни с суррогатами Ни с 24 часами Закрыть тему Вот Второй момент Это Алкомаркеты И здесь Без Уже без Административного ресурса Без жестких Опять же Договоренностей С торговыми сетями А там Нежесткое поступать Не получится Потому что У людей Свои интересы Раз И самое главное Свои привычки Потому что Если человек Монополист И годами Ему смотрели в рот А тут вдруг Выясняется Что его ставят Какую-то неудобную позицию Никому это не нравится Но выхода Пока Дипломатического Я не видел В этой ситуации И не вижу Сейчас Это два И Вот Третий момент Который В алкогольной политике Который Должен был бы Быть отражен Вот как я мечтаю Чтобы Открываешь сайт Кировской области Правительства Набираешь там В поисковике Алкогольная политика И тебе вываливается Такой Дзебау Первое Действие направлено На оздоровление Населения Действия По работе С торговыми сетями По Лоббированию Интересов Кировских Производителей И Третье Это все таки Социальная сторона То есть Понятно что Мы Отчисляем Бюджет Причем Отчисляем Бюджет Очень много На самом деле Чрезвычайно Потому что Мы говорили 150 раз Что Акцизы От производства Это 22 рубля С литра Продукции Акцизы От производства Идут в бюджет Кировской области Не в Москву А в Кировскую Они остаются Они остаются У нас Да Совершенно правильно То есть В сумме Там За прошлый год По-моему 850 Из них 380 Это были Прямые налоги А все остальное Это акции Миллионов Да Естественно Конечно То есть Серьезные Хорошие Интересные Деньги Но Но Мы Как тебе сказать Мы Не очень Понимаем Почему же На диалог С нами Все-таки Эти власти Не идут Вот мы отправили Письмо По приказу На ОСБ Да Никаких ответов Ничего Неизвестно Мы несколько Да Мы несколько Раз поднимали Вопрос По торговым Сетям Тишина И покой Да 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 Когда Нибудь Что Нибудь Будет Ладно Это Горькие Вздохи Размышления О том Чего Нет На самом Деле Но Понимаешь Акцизы Это одна Сторона А вторая Конкурентоспособный Бизнес В целом То есть Это рабочие места Дело в том Что На завод Все-таки Достаточно Интеллектуальное Производство То есть Ну Если ты Когда-нибудь Там еще На экскурсии Проскочишь Если хочешь Приходи Я не знаю Сейчас они идут Или нет Потому что Коронавирус Шествует На планете Да Хотелось бы Конечно Как разрулим Эту ситуацию Ну я как-нибудь Тебя вытащу И мы сможем Вот так же Что-то сделать Кстати Почему нет Мы сможем Наверное Что-то сделать На заводе На самом Чтобы люди Чтобы люди Хотя бы Посмотрели Запись Как это Работает В цеху И что Такое Это Интересно Картинка Хорошая Так вот Дело в том Что Мы Каждое место Работы В пивоваренной Промышленности Это 5-6 Смежных Это Огромное Количество Людей Которые Заняты Высоко Оплачиваем Раз И Это Возможность Расширяться Это Возможность Экспорта Это Визитная Карточка Региона Вот Три Составляющих Это Саму Ну А Третье Мы Как-нибудь Подробнее Поговорим Но Первое Это Здоровье Второе Это Бюджет И Третье Наконец Это Развитие Бизнеса Вот Если бы Все Три Части Были Выложены На Сайте Правительство Кировской Области Я бы Хлопал Ладоши Пока Я К сожалению Вынужден Только Вздыхать 13 часов 46 минут Это Значит Что Завершается Время Нашего Общения С Владимиром Маматовым Пресс-секретарем Компании Вятич До Встречи Через неделю В это же Время Надеюсь Что Все Будет Хорошо Всем Здоровья Удачи Спасибо Крупный План